Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня у нас будет лекция, в которой мы разберем, как различить некоторые явления. А вот наше явление религии, секты, философии и наук. Как их отличить друг от друга? А вопрос определенно актуальный, так как у нас нет адекватных определений религии, определений секты и определений философских учений. Также у нас нет адекватных определений науки. Есть многие определения, есть несколько определений для каждого из этих понятий, которые радикально меняют сущность любого из этих явлений. Однажды передо мной встал серьезный вопрос. Чем отличается религия от науки и секты, а секты от философского учения? Этот вопрос содержит в себе ряд подвохов, которые мы разберем в дальнейшем. Не все так просто, как может показаться. Притом, по большей части, из-за исторического развития, предложенных для сравнения терминов. Очевидно, что историческое развитие может привести к тому, что подобные вещи будут называться разными словами, а вот вещи различные – одинаковыми. Все это, конечно, интересно, но куда интереснее истории понятий, именно их суть. Действительно ли есть колоссальные различия между многочисленными интеллектуальными явлениями? Реально ли противоречие религии и науке или философии и секты? Все это мы рассмотрим в сегодняшней лекции. Но для начала следует разобрать основные категории, в которых мы будем работать. Первая категория – это вера и знание. А теперь перейдем к одной из важнейших пар философии нового времени – вера и знание. Сразу же следует заметить, что понятие веры присутствует преимущественно в афрамических религиях. А для многих так называемых религий оно не характерно. Именно поэтому противоречие веры и знания по отношению к подавляющему большинству философий, сект и религий принципиально неприемлемо. Да, ну просто неприменимо. Оно имеет особое значение для истории европейской философии и только исключительно для истории именно европейской философии. Ну что-то подобное можно найти в исламской философии, конечно. Ну просто потому, что это родственные виды философских систем. Поэтому, да, ислам, в общем-то, так же, как и Европа, взял некоторые тексты у Платона, Аристотеля и тоже по словам переосмыслил их. И пара знаний и веров тоже там имеется. Это безусловно, да. А под верой в данном случае мы понимаем ничем не обоснованные убеждения. Под знанием убеждение доказанное. Если абстрагироваться от исторической ситуации, то победитель в данной паре понятен. Впрочем, вернемся в Древнюю Грецию, где слова догма, мнение, убеждение, знание были, в общем-то, синонимами. А греки, преимущественно абсолютные скептики среди греков, понимали, что от обоснованности утверждения не меняется его мнительный статус. То есть, вера остается верой, даже если она обоснованна. Ну, поэтому нет никакой разницы между знанием и верой. В общем-то, да. Догма также, ну, остается догмой в данном случае, синонимом слова мнения, убеждения, знания и так далее. Греческую философию сменила средневековая религия. Главной категорией, которую была именно необоснованная вера, притом для христианина, это великие показатели, великая добродетель. То, что в Библии написано истинно, и мы в нее должны верить. В ней раскрывается то, что невозможно узнать во внешнем мире, то, что невозможно исследовать, то, что невозможно получить путем разума. Ну, то есть, да, в представстве все это отлично прописано. Прописано, почему нужно верить, а не почему нужно знать. В общем-то, в Библии раскрывается то, что невозможно узнать во внешнем мире никаким путем, никакими методами. Таким образом, единое воззрение, которое было свойственно грекам на все вот эти вот понятия, на мнение, убеждение, веру, знание, в итоге именно в средневековой философии разделилось. У нас появились отдельно категории вера и знания, которые противопоставлялись друг другу. Притом, христианские мыслители по преимуществу отдавали приоритет вере. Ну, иногда уже с тех времен, особенно когда стал популярен Аристотель в средневековой философии, да, их начали все-таки уравнивать. То, что нам нужна и вера, ну и знания, чтобы как-то попытаться подтвердить эту веру. В общем-то, средневековые философы с этими парами работали очень разнообразно, эффективно, ну как минимум две комбинации возможных вот их взаимодействий именно в средние века мы и имеем. То есть, либо вера выше знания, либо, в общем-то, вера и знания равны. Притом, да, под знанием, конечно же, понималось нечто обоснованное, рациональное, а под верой согласие с религиозными догматами. А, в общем-то, даже слово догма с греческого мнения, да, в христианстве изменило свое значение. Ну, вот такой тоже исторический коллапс, в котором преобразились многие греческие слова, как не странно. А, с нового времени возникает научное знание и антихристианские тенденции философии. В общем-то, вот. Последние привели к тому, что слова вера и догма начали восприниматься скорее в негативном ключе, а знание в положительном. Ну, то есть, знание стало выше веры, так скажем, если пользоваться средневековым, в общем-то, церниковым дискурсом. В таком значении эти слова сохранились и в научном, и в философском дискурсе до сих пор. Но следует заметить, что это и все имеет, это все, все вот это вот имеет смысл преимущественно для европейского региона. Ну, и после, конечно, уже для всего мира, так как западная философия и наука в итоге победили, распространились по всему миру и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот это вот разделение веры и знания, оно радикально, вот, имеет радикальное значение буквально для некоторых регионов. Европа, ну, и в некоторой мере все-таки исламские территории, ну, и то там поменьше. Просто это забавное такое замечание. Теперь сверхъестественное, в скобочках метафизическое. Еще одна категория преимущественно западной философии и религии. А дело в том, что понятие сверхъестественного возникло и из греческого языка благодаря слиянию двух слов мета, то есть над, и физика, то есть природа. А философский дискурс слова метафизическое вошло благодаря тексту Аристотеля, который назывался метафизика. И, между прочим, не сам Аристотель так его назвал, но это уже совсем другая история, которую вам расскажут про общую философию, безусловно, неважно. А сверхъестественное же, ну, очевидная калька со слова метафизическая, метафизика и так далее. Сверх, то есть над, естественное, ну, естество, то есть природа. Вот. А что же писал Аристотель в трактате метафизика? Ну, метафизика образцовый, на данном случае метафизический трактат, трактат о сверхъестественном, трактат о философии. Чего же там касается Аристотель? Ну, непосредственно глубочайших философских вопросов. Раскрывает природу первого двигателя, рассуждает о благе материи и форме и так далее, так далее, так далее. Собственно, под словами метафизическое или сверхъестественное понимается нечто такое, что находится за пределами видимого исследования. За пределами непосредственных данных ощущений. Ну, в том числе, ну, преимущественно, конечно, метафизика в истории философии, да, занимается вопросами изучения Бога как такового. Либо каких-то неподвижных сфер, например, ну, уже диалектический материализм внес такие изменения, что все, что неподвижно, это метафизика, а все, что подвижно, это диалектика. Ну, это тоже дополнительные сложности, которые тоже впоследствии мы разберем, ну, не важно. Ну, да, тут написано, что метафизическими считаются теории о Боге, душе, ненаблюдаемых энергиях и так далее, так далее, так далее. Впрочем, я считаю метафизическими также теории, которые утверждают, что нет Бога, души, ненаблюдаемых энергий, астральных тел, астральных миров каких-то, неважно, все, что, ну, теории, которые отрицают все это, тоже метафизически определенно. Ну, потому что у них просто отрицательная метафизика, метафизика в минус идет. Да, они делают утверждение о том, о чем они не видят, не могут почувствовать и точно узнать, но все равно, как бы, они уверены в том, что они правы. Вот, тоже метафизика своеобразная. Следующий критерий, который для нас важен, это распространение. Одним из критериев рассмотрения всех вышеперечисленных интеллектуальных явлений являются методы распространения. Сразу следует отметить, что методы у разных религий, науки и философии относительно похожи, ну, то есть у нас нет большого различия. А как можно распространять? Военным путем можно? Можно, можно с помощью дискуса все это, беседы, спора распространять. Можно распространять с помощью миссионеров, а миссионеры даже в науке, собственно, есть образцы определенных миссионеров. Да, все очень похоже. Наука не придумала в данном случае ничего нового, философия тоже ничего нового, за много лет тоже не придумала, ну, поэтому это универсальные методы, наверное, для всего мира распространения. Конечно, конечно, есть некоторые нюансы, нюансы есть, безусловно, но схема одна. Притом, например, христианское миссионерство и образование практически в неизменном виде передались науке, поскольку наука возникла в европейском регионе, вот наша современная система науки. И там доминировало христианство. Ну, наука, в общем-то, взяла себе и университеты, и многие другие вещи, многие традиции, традиции передачи информации, традиции распространения. Ну, и таким образом, вот и получилось, что в науке все очень побольше похоже на христианство. Устройство. Следующая категория – это устройство. Это не менее важный показатель для любой религии, ну, это иерархия непосредственно религиозная. Наличие многочисленных институтов, определенная их схематизация, какие-то способы управления массами людей и так далее, и так далее, и так далее. Устройство – важнейший критерий развлечения в данном случае, поскольку, как мы в итоге определим, мы не сможем отличить по каким-то другим критериям религию от сект, скажем. Должна быть какая-то большая схема с многочисленными институтами. Вот в таком случае, да, понятно. Вот секта у нее, мало институтов, там, допустим, одно какое-то помещение, здание, и там находятся люди, и там они кому-то поклоняются, неважно. А у религий таких помещений значительно больше. И чаще всего религии, особенно мировые, не ограничиваются пределами одной страны, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что ж такое религия? Вот у нас некоторые какие-то попозиции мы будем разбирать. Вера. Во что верят религиозные люди? А в различных учениях религиозных абсолютно разная вера. И в большинстве случаев, кстати, да, в большинстве случаев, опять же, нет противоречия между верой и знанием. А, то есть, это чисто такое христианское разделение, которым пользуются до сих пор, и это забавно. Действительно забавно, что и атеисты, и агностики, и, не знаю, сиентисты, ученые делают вот это дурацкое разделение, которое имеет значение, ну, исключительно только для одного религиозного учения. Ну, причем с учетом того, что они это учение отрицают, это забавно. То же самое с знанием. Знание чаще всего считается верой. Ну, то есть, то, во что люди верят, обыкновенно они думают, что они знают об этом. Исключением служат, опять же, только христиане в основном. Христиане верят. Они понимают, что их вера как бы абсурдна. Это прописано уже у Тертулиана того же. А поэтому истина, как бы, да. И поэтому в нее остается только верить. Ее нельзя доказать. Наука, христианское исследование именно с этим очень много работает. И это очень важная часть вообще всего христианского образования. Верит не значит, что знает. То есть, тоже понятно, да, это почему. И христианин, он не претендует на знание того, что есть Бог. Он верит в то, что Бог есть. Он верит в то, что есть Иисус Христос. Он верит в чудеса и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом существуют различные ограничения. Ну, человек не может сказать, каков Бог. Да, Троица, все дела. Но это не подробное объяснение. Это не разъяснение сущности Бога. И вообще споры на протяжении тысячи веков велись именно в христианстве. О том, что такое Бог, чем он задевается, какие у него, в общем-то, атрибуты. Это все очень сложно в данном случае. И это основано именно на разделении веры и знания. И это характерно именно для европейского региона. Еще раз подчеркнем. Очень важно это подчеркнуть. Какая метафизика у религий? А вот проблема начинается здесь, что заключается тоже в том, что религиозные учения располагают разнообразными метафизическими установками. А некоторые из них, например, конфуцианство, вполне могут не уделять метафизике особого внимания. Ну, неоконфуцианство уже уделяет очень особое внимание метафизике. Но вот классическое конфуцианство сосредоточено преимущественно на этике. Даже ритуалы там, хоть они и включают духов, предков, они все равно этические. Если мы уберем духов, предков, ритуалы, не сильно учение конфуцианства изменится от этого. Это как бы не ядро мнения даже. Распространение. У всех интеллектуальных явлений, включая религии, похожие методы распространения нередко, они соответствуют эпохе и региону. А, например, в Индии учения распространялись в том числе с помощью диспутов. Впрочем, некоторые религии прибегают к насильственным методам распространения. Ну, тоже бывает, безусловно. Устройства. Религии характеризуются развитым устройством, многочисленными институтами и различными способами, которые позволяют управлять массами людей. То есть, организуются определенные праздники, определенные мероприятия. Есть огромное количество помещений, нередко есть система образования. В христианстве это духовные семинарии, в исламе это медресе и так далее, так далее, так далее. Очень много различных институтов, без которых, в общем-то, трудно себе представить хорошую, большую, качественную религию. Образование. Следующая категория. Внутри всякой большой религии есть своя сложная система знаний и изучения, которая требует полноценного образования. Потому что религии нередко располагают полноценными образовательными учреждениями. Как для обычных людей, так и для людей религиозного сословия. Ну, здесь все тоже понятно. А теперь попробуем разобраться. Ну, что же такое вообще религия? Вот мы по каким-то основным категориям прошлись, разбирали в основном христианство, как ни странно. А почему мы разбирали христианство? Потому что изначально слово «религия» выступало в качестве самоназвания христианства. Ну, то есть, в Древнем Риме, к сожалению, не называли все подряд религиями. Да, было очень... И тогда, в итоге, с развитием, в общем-то, историческим, слово «религия» применялось к христианству сначала. А уже после, по образцу с христианством, начали называть и другие, как казалось, подобные явления вот этим словом. Правда, проблема заключалась в том, что религиоведение в наше время, сейчас занимается изучением столь разнородных культурных образований, что описать их одним определением определенно невозможно. Ну, допустим, какое-нибудь определение, которое говорит, вот, религия — это там, где верят в Бога. В Бога верят, верят в Бога. А даосизм считается при этом религией, а Бога там нет. Конфуцианство считается религией, Бога там нет. Бутизм считается религией никакого абсолютного создателя там нет. Там есть какие-то промежуточные боги, не боги, конечно, девы, асуры. Сверх-существа, так скажем. Существа, которые выше по иерархии, чем человек. А вот, но это не те самые боги, которые создают мир. Это совершенно другие боги, как бы. Перевод боги здесь вот так вот. И очень хорош, так скажем. Так вот, и получается, что эти культурные явления крайне разнородны. Да, конечно, в конфуцианстве есть некоторые некие духи предков. А в буддизме — метафизические миры. Но проблема заключается в том, что акценты во многих религиях расставлены по-разному. Ну и в буддизме эти миры, собственно, воспринимаются, ну, не знаю, довольно тоже страдно. Это не какая-то типичная религия. Ну, это типичная, в смысле, аврамическая. Это не аврамический стиль вообще повествования. Да, кстати, наследует заметить, что наука до конца 19 века не отрицала существование бога. А ученые верили в рай и душу. Ну, собственно, это видно по их текстам. Это видно у Ньютона, в том числе, у многочисленных ученых, которые, в общем-то, даже свои модели, физические модели, приравнивали, в общем-то, к христианским догмам. Да, и не отрицали существование бога. И многие другие элементы, о которых сейчас говорить в науке, собственно, не принято. Очень тоже интересный момент, что наука в целом долгое время занималась таким вот, такой двойной игрой, так скажем, в которой ученые одновременно были еще и богословами, например. Не исключено, что были богословами, аббатами или кем-нибудь еще. В общем-то, людьми, связанными непосредственно с церковью. Понятно. Интересно. То есть, как мы тогда различаем все вот эти вот понятия? Если учесть, что ученые, то есть наука сама по себе была крайне похожа на христианство, и при том, что многие так называемые религии на это самое христианство не похожи вообще. При этом мы науку не называем религией, а называем религиями все остальное. Интересно. В общем, совершенно непонятно, что в наши дни называется религией. Исконно это христианство, да. По образу и подобию можно сказать, что весь спектр аврамических религий можно обозначить одним словом, так как в них имеется множество общих элементов, на базе которых можно составить определение. Но стоит двинуться на восток, особенно на дальний, сразу же возникает множество вопросов о справедливости термина религия. Главное о справедливости его применения к восточным учениям, некоторые из которых не имеют с христианством ничего общего. Современная религиовидение, если судить по набору религий, изучаемых ей, определяет религию так. Любое большое и организованное собрание людей, объединенных одними и теми же убеждениями, исключая при этом науку и философские учения, ну, например, марксизм. Притом и наука, и философские учения исключены из списка без достаточных на то оснований, но по причинам историческим. Ну, потому что наука как бы изучает религии, вот религиовиды, сами ученые, им как бы не очень приятно было бы признавать, что они тоже как бы типа часть какой-то религии, допустим. Тем более есть миф там объективности, точности, знания в науке и так далее, и так далее, и так далее. То же самое с марксизмом, с философскими учениями, которые очень некоторые похожи на религии, но вот как-то вот не получилось у них стать религиями, и даже хорошо, они сами не согласны были бы называться религиями. Вот. А вот если определять религию исключительно как веру в Бога и загробные миры, то спектр религий резко сокращается. Проблему определения религии признают и сами религиоведы. В общем-то, в целом получилось, что мы не представляем, что такое религия. И это довольно-таки печально, на самом деле, сейчас. Да, то есть из всего спектра знаний мы не смогли вывести точное определение религии, потому что у нас есть огромное количество «но». Что же такое секта? Давайте попробуем разобраться. Секта. Какая вера в сектах? Веры в сектах совершенно разнообразны. Абсолютно разнообразны. В религиях разнообразны, в сектах тоже разнообразны. Кстати, благодаря обилию околохристианских сект, часто в них преобладают аврамические мотивы. Ну, впрочем, это, опять же, историческая случайность. Сознание. Та же ситуация, что и с религиями. А метафизика. Какая метафизика в сектах? Она совершенно разнообразна. От веры в Бога, Бога и души до полного отрицания мистики сверхъестественного секты допускают практически все. Тот же, например, сатанизм Лавея, который не подразумевает никакой веры, ни в каких богов. И даже в сатану. Сатанизм там просто... Сатана как символ. Все. Чистый атеизм. Сектанский определенно, но при этом без каких-либо следов мистики и сверхъестественного. Ну, потрясающе. Интересно. Распространение. Такое же, как и у религий, только менее развитое и эффективное, судя по тому, что людей-то меньше там внутри. Устройство обычно достаточно простое. Нередко секты умещаются в рамках одного помещения, иногда нескольких. Очень редко секты носят международный характер. Вообще, уже если секты носят международный характер, стоит задуматься о том, не является ли она религией. Образование. Тоже нередко отсутствует. Секты. А это еще одно таинственное образование. Следует сразу заметить, что христианство сформировало у общества отрицательные отношения к любому сектанству. Хотя, на самом деле, по большему счету, секты не занимаются ни грабежом, ни присвоением собственности, ни террористическими операциями. Впрочем, есть исключения, которые портят общий имидж вот этого явления как секта. Начнем, пожалуй, с того, что нередко даже главы из сект верят в те убеждения, которые распространяют. Ну, то есть, они не просто воруют деньги, не просто присваивают себе собственность, или не просто устраивают террористические операции. Они действительно верят. Но это редкий случай, когда что-то вот такое происходит среди сект, громадное количество просто. Так какие убеждения характерны для сект? Как ни странно, совершенно любые. И мы попадаем в ту же ловушку, что и с религией. А, да. Получается, что секта отличается от религий преимущественно менее развитыми методами и возможностями распространения, и более примитивным устройством, отсутствием образования и количеством последователей небольшим. Вот. Теперь философские учения. Философские учения. Следующий, в общем-то, наш этап просмотрения – это философские учения. Какая вера в философских учениях? Да, совершенно любая. Какое знание философских учений? Любое. Метафизика? Да вообще нет никаких границ. От абсолютного отсутствия метафизики до признания каких-то просто невероятнейших вещей. Как Кортези еще говорил, нет такой глупости, которая не была в предыдущем философским учениям. Но еще это так и является. Любое утверждение, которое особенно пытается доказать, может быть философским учением в итоге. Распространение обычно через книги университета. Ну, в наши дни, да, университеты в основном. Устройство. Во времени устройство философских учений радикально менялось, начиная от академий и лицеев и заканчивая факультетами в современных университетах. Образование. Философское образование родилось достаточно давно, впрочем, сейчас оно является частью научного образования. Так вот, на какие темы рассуждают философы и их ученики? Да на любые. Нет никаких ограничений. Бог. Бог присутствует во многих философских учениях, особенно в европейских. Да, даже в христианском аспекте он там присутствует. Ну, то есть, это не исключается. В христианский дискурсе все-таки. Так вот. Душа. Душа тоже обсуждается философами с самой древности. Еще у Аристотеля есть трактат о душе. И это далеко не первая попытка разобраться, что же такое душа. Так, а все ли философские учения тонко доказывают свои положения, пользуются логикой там, например, или чем-то подобным? Да нет. Нет. Вообще нет. Все же есть рационализм, например. Ну, то есть, отличить философское учение от секты не всегда представляется возможным. Может быть, какие-то обряды там присутствуют, по обрядам судить. Ну, тоже такое себе. Ну, где-то есть обряды, где-то нет обрядов. Ну, вот, например, марксисты. Философское учение. Философское учение. Определенное философское учение. Какой у них там обряд? Расстреливать кулаков. Нормально. Замечательный обряд. Это что-то на уровне ацтеков, по-моему, когда массовое убийство производится. Ну, интересно, да. Впрочем, разница нередко заключается лишь в исторических обстоятельствах. И признание историками философии того или иного деятеля, философом. Ну, его школа, соответственно, философская. А теперь самое вкусное – это наука. Вера. Вера. Во что верят ученые? Ученые-сиентисты полагают, что в науке нет веры. Заметим. Заметим, что они полагают, что в науке веры нет. И это обусловлено историческими обстоятельствами отношения к религии, в общем-то, философов нового времени. И особенно просвещения. Вот тогда возникли такие тенденции, которые, в общем-то, и навязали нам вот это вот презрение к вере образованному сообществу. Однако есть многочисленные аксиомы, постулаты, непосредственно громадная естественная установка, то есть система философских ценностей науки, математика, логика и многие другие вещи, которые берутся в качестве основания без доказательств. Какие знания? Факты и теории. Ученые считают, что и факты, и теории являются знанием. Метафизика. Большая часть так называемых физических законов на самом деле метафизические. Ну, потому что они стоят над физикой, над непосредственными наблюдениями. Так вот. Так как они не просто описывают движение, а пытаются отыскать его незримые причины. Распространение. Классическое для любой религии. Да, оно такое же и в науке, собственно. Ничего нового ученые не придумали. У них свои докинзы, свои хокинги. Они путешествуют по миру, тоже рассказывают про науку. Примитивно чаще всего рассказывают про науку, упрощенно. Пытаются завлечь людей в науку и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть типичная миссионерская деятельность, которая везде одинаково. С некоторыми нюансами, конечно, с некоторыми особенностями тех или иных учений, но в целом одно и то же. Так. Сейчас, 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 сейчас. Устройство у науки крайне сложное. Наука состоит из множества институтов. Институты делятся в том числе на дисциплины. Дисциплины, да, дисциплины. Внутри институтов есть факультеты, есть ученые, есть лаборатории. Очень сложная, сложная, разветвленная схема устройства науки. Просто невероятно сложная. Описывать ее сейчас не имеет никакого смысла. Ну, я думаю, люди, которые связаны с наукой, понимают, насколько это сложная, большая система. А с точки зрения вообще логистики и вообще с точки зрения чего бы там ни было, это очень сложная система. Образование. Самое развитое в мире за всю историю человечества. Самое большое, самое распространенное и самое универсальное. В общем-то, такого образования еще никогда в мире не было. Такого, как у науки сейчас. Так вот, давайте-ка подумаем о науке. В современности наука держится на ряде существенных принципов. Но давайте рассмотрим всю историю ее становления. Некоторые исследователи считают, что наука возникла вместе с человечеством. Эти исследователи нередко ставят знак равенства между наукой и практикой. А потом первое созданное колесо наука. И акведук тоже наука. Такая наука совершенно не систематична и не подразумевает никакого единства между определенными группами людей. Ну, то есть, выделите каких-то ученых, при этом нельзя. Ну, просто человек создал колесо и поехал. Ученый он не ученый, непонятно. Как это соответствует с научными представлениями его времени, да, тоже, в принципе, непонятно. Ну, и почему-то люди называют это наукой. Я, например, не понимаю, почему называется это наука. Это просто практика. И акведуки, и наука, и колесо, это все практика. Именно в рамках этого определения. Дальше. Второй тип науки, это наука античная. Ну, еще Аристотель писал наука. Наука не повторял философию, это наука. Главная, первая наука, самая важная. Вот, например. Так вот, такая наука существовала в виде разрозненных философских школ, каждая из которых противоречила другим. Даже школу Гиппократа считали философской. Каждая разрабатывала свой метод. Платоники, например, увлекались математикой, которая никак при этом не применялась на практике. Такой подход породил Евклидову геометрию и развил арифметику. Такая наука не была едина. И также не имела единого метода исследования. Вообще никакого единодушия в Древней Греции не было. В данном случае было большое количество разных философских школ. Интересно, да. Следующим этапом в развитии науки стало формирование христианских университетов и разработка эмпирического метода на их базе. А впрочем, в то время научная система хоть и стала единой в рамках европейского региона, объединена она была именно христианством, но она все равно представляла собой смесь религий, определенной конкретной религии, опыта и юриспруденции в том числе. Ну, так как известно, что в средневековых университетах была развита медицина, юриспруденция, математические науки тоже там преподавались очень обильно, очень хорошо. В квадриум они входят. В общем, ну, понятно. С эпохи Возрождения по началу нового времени окончательно формируется тот метод, который сегодня мы называем научным. Именно тогда ученые собираются в группы единомышленников и делятся друг с другом своими открытиями. Научная картина мира постепенно растет и формируется полноценная система, которая направлена прежде всего на познание окружающего мира. Вот поэтому я всегда говорю, что наука это познание, а не практика. Практика это ремесло. Вот так вот. Поэтому я вот так разделяю, потому что я беру за основание вот эту вот часть научного дискурса. Вот этот этап является, как по мне, системообразующим и важным для науки. Современная наука в итоге, да, развивалась и приобрела свою популярность и могущество. В целом именно эта наука определяет, что считать религией, а что не считать. И если смотреть по сути, то можно ли считать науку религией. Ситуация довольно сложная. Ну мы разберем сейчас все возможные комбинации, что нам считать религией, что не считать, что считать сектой, что считать философским учением и так далее, и так далее, и так далее. Но дело заключается в том, что в общем-то современная наука сейчас, она как бы с 19 века, с конца 19 века, с начала 20 века она преимущественно уже начинает опираться на практику. Все больше и больше практических каких-то элементов науки становятся практические науки, ну то есть технические науки приравниваются к теоретическим, ну то есть происходит мешанина понятий большая последние сто с чем-то лет. И это мешает нам точно определить науку. Заметьте, мы разобрали несколько этапов развития науки и на каждом этапе наука была совершенно разной. То есть сказать, что это развитие одного и того же какого-то направления, какой-то тенденции нельзя. Вот совершенно нельзя сказать, что вот люди, которые создали колесо, имеют какое-то отношение к людям, которые сейчас отправляют ракеты в космос. Или нельзя сказать, что философы платонизма имеют какое-то непосредственное отношение и каким-то образом единодушны с современными учеными. Да вот совершенно не единодушно, если бы Платон услышал о том, какими вещами сейчас занимаются ученые, ну он бы сказал, ну глупости все это, это эмпирическое познание, а эмпирическим познанием нельзя узнать истину, нельзя познать идеи. А вот, вот что бы сказал древнегреческий ученый, который между прочим развивал математику и собственно благодаря ему во многом математика имеет такую степень развития, как сейчас. Интересно, это все очень интересно и сложно и разобрать все это довольно-таки трудно и поэтому мы не знаем, а что такое наука? Наука это создание правильных теорий, это попытка познания окружающего мира или это попытка использования окружающего мира? Что в приоритете, познание или использование? Или это равенство или неравенство? Люди дают на наше время уже разные определения науки и мы поэтому не можем понять, что такое наука. Забавно, мы разобрали уже несколько определений философии, у философии бесконечное количество определений, у науки много определений различных, которые опираются на разные ее аспекты, у сект разные определения и у религии разные определения. То есть мы не понимаем, что и что. Интересно. До сих пор 3-4 минуты прошло, а мы все еще ничего не понимаем. Прекрасно. Религии и секты. Давайте сравним. Отличие религии от секты определяется проще всего. Ну, просто мы можем посмотреть, а вот это секта, а вот это религия. Почему? Да потому что в секте меньше людей и значительно меньше имущества. Вот буквально только по этому показателю мы можем определить секта или религия. Ну, есть нюансы опять же, есть вещи, которые исторически называются религиями. Да, да, да. Притом религии нередко развиваются из небольших сект. То есть как мы определим, вот у нас есть какая-то там зарождающаяся религия, например, в Индии, в Шраманскую эпоху, у нас было большое количество таких вот явлений интеллектуальных, которые в итоге переросли в религии. Буддизм, джайнизм и многие-многие-многие другие направления. А некоторые не переросли. Так что, что есть секта тогда, а что есть религия и каким количеством она определяется. Почему мы говорим про буддизм постоянно, что это религия, например? Когда-то же она была сектой. Во времена Будды она все-таки была сектой, наверное, скорее всего. Но секта, слово, появилась несколько позже, поэтому, ну, как-то так. Называем религией, пусть будет. Религии и философское учение. А здесь связка несколько более сложная. Дело в том, что христианство впитало в себя ряд черт греческой философии. Преимущественно платонизма, но также стоицизма и эпикурейства. То есть, философия является фундаментом религии. Какую бы религию мы ни взяли, в основании каждой можно отыскать философские суждения. Философские учения обыкновенно слишком маленькие, чтобы сравниться с религиями именно по размеру последователей. Но, например, платонизм по своему размаху и распространенности мог сделать нечто подобное. Ну, не с христианством, конечно, ему тягаться в данном случае, но с какой-нибудь небольшой религией платонизм посоревноваться вполне мог бы. А также философское учение диалектического материализма Карла Маркса захватило несколько государств, что, безусловно, позволяет сравнивать его с религией, верящей в метафизические и диалектические законы. Разница между философским учениями религии заключается исключительно в признании академического сообщества того или иного учения философским или религиозным. Притом, все основные параметры могут быть абсолютно одинаковые, включая идолопоклонничество или отсутствие доказательств основных положений. Ну, впрочем, только человек, незнакомый с историей, ну, допустим, христианства или какой-то другой религии будет утверждать, что религии не пытаются доказать свои положения, ну, просто, ну, это очевидно. Мы знаем, что у нас имеются средневековые источники, в которых люди пытались доказать основные догмы христианства. Это как бы просто заведомо известные, доказательства сложные, доказательства опираются на самые-самые-самые-самые прогрессивные достижения человечества на тот период. Ну, то есть на тексты Платона и Аристотеля. Ну, неважно, неважно. Ну, вот там суть, что пытались. Пытались и отрицать это, ну, просто невозможно. А в общем, у философских учений и религий есть точки пересечения, вплоть до того, что некоторые философские учения уподобляются религиям, а разделение религии и философии по степени рациональности с конца 19 века не имеет смысла, так как часть философии начали считать в том числе, так как частью философии начали считать в том числе и рационализм. Ну, то есть, да, у нас была долгое время рациональная философия Кортезии, которая развивалась по-разному, в том числе Лебнец тоже рационалист, Гегель даже рационалист. Очень много прекрасных таких интересных рационалистов. Но проблема заключается в том, что в итоге мы, люди, начали называть философскими учениями вещи антирациональные. Да и в Греции, между прочим, были учения, которые были антирационалистическими. Ну, например, киньки, кинизм. Кинизм был антирационалистическим. А киринайки тоже были антирационалистическими. Ну, то есть, все практически оппоненты Платона были антирационалистами, отрицали рацию вообще, некоторые отрицали существование разума, существовала вообще эффективность математики тоже отрицали. Ну, то есть, ну, понятно. Здесь все тоже довольно-таки просто и понятно в этом смысле. Философы в древности были некоторые иррационалистами, так скажем. И современные, по большей части, тоже иррационалисты. Особенно включая постпозитив... ой, постмодернизм, да, постмодернизм. Постмодернисты тоже во многом иррационалисты. Ну... Также не следует забывать о тех философских учениях, которые просто основаны на христианстве и являются его интерпретацией. Много, много таких учений. Много таких учений в Европе было, много таких учений и в России. Если мы называем вот эти вот учения так или иначе философией, то мы, ну, все-таки должны признать, что некоторое родство наблюдается. Продолжаем. Религия и наука. А здесь дела обстоят еще интересней, так как наука в современном смысле этого слова восходит к христианству, использует его университеты, школы, систему образования, иерархию, а также исследования христианских философов вплоть до конца 19 века. Науку можно было считать частью христианской культуры, которая позитивно дополняла ее. Ньютон создал свои законы для того, чтобы рассчитать хронологию библейских событий. Большинство ученых того времени были не просто верующими, но и служителями церкви нередко. Ну, так вот получается, что многие известные ученые оказывались в итоге служителями церкви. Аббатами, например. Ну, почему нет? Их мировоззрение определенно включало веру в Бога и Библию. Впрочем, в итоге научное мировоззрение сильно перестроилось, правда, сохранив при этом организационные догмы христианства и его этические традиции. Можно ли считать науку религии? Если сравнивать христианство и буддизм, а также христианство и науку, то во втором случае мы обнаружим куда больше общих элементов. Например, стремление свести все к абстрактным законам. Сам термин «законы» в том числе тоже относится к общим таким чертам. Законы Божии и законы природы. Да. Устройство иерархии, образование, подход к образованию и так далее. Все это общее. Лично я не вижу никаких проблем в том, чтобы называть науку религии, так как в действительности не произведено, что такое наука и что такое религия. Имеется колоссальное количество различных определений, согласия в данных сферах мы найти не можем. Научная религия и видение выгораживает науку из списка религий по вполне понятным субъективным причинам. Обособление наук обусловлено историческими причинами, но, на мой взгляд, никак не сущностными. Секты и философские учения. Сравним, да, как, что и что. В целом у большинства философских учений и сект есть одно фундаментальное сходство. Малое количество последователей и отсутствие сложно организованной системы. Ну, впрочем, есть исключения, да, уже об этом говорилось несколько раз. Секта и наука. Можно сказать, что наука начала развиваться из своеобразной эмпирической секты, чьи исходные положения были определенно сомнительны, а выводы, по большей части, ложны. Что сейчас уже в полной мере доказано современными учеными. А, философское учение и наука. Наука, как известно, произошла из слияния двух философских учений. Эмпиризма и рационализма. В первом разрабатывались общие теоретические основания для проведения опытов. А во втором упор делался на логику и математику. И непонятно как раз, как из двух всеми признанных философских учений вдруг могло появиться нефилософское учение. Ну, действительно. У нас есть эмпиризм, философское учение. Посмотрите, определение в словаре. Эмпиризм, философское учение. И рационализм. Тоже философское учение. Есть даже основатели у них, которые именуются философами. Да. В общем-то, Фрэнсис Бекон и Рене Декарт. Вот два их основателя, вот этих течений в Европе. Именно, ну, не то, что даже основатели, наверное. Эмпиризм-то существовал и в Греции. И рационализм в определенном роде существовал в Греции. Ну, эти люди, так скажем, были популяризаторами этих двух направлений. И одними из самых важных его представителей. Да. Так вот. Вопрос сразу такой назревает. Вот почему вот два определенно признанных всеми философских учения вдруг внезапно породили науку, которая не считается философским учением? Тоже совершенно непонятно. Непонятно, как... Так же непонятно, почему наука, которая в своем фундаменте содержит очевидные философские предпосылки, отрицает свой философский характер. Ну, естественная установка – это чистая философия. Это абсолютная философия. Это просто допущение некоторых людей. Допущение Галилеи, допущение других ученых. Вот, например, допущение, которое до сих пор в науке существует. Допущение о том, что законы природы, ну, во-первых, они не являются мнениями. Как бы, да, все доказано, все хорошо, все классно, но самое главное – они работают везде, во всей Вселенной. Даже где мы не наблюдаем, они там работают. Кто сказал, что это правда вообще? Вот это удобная позиция, безусловно, да. Мы можем у нас на Земле исследовать какие-то процессы, какие-то законы, а потом говорить, да, вот там вот за миллиарды километров, за тысячи звездных лет все стоит точно так же. Там абсолютно такие же законы, как и у нас. Ну, вот, вот чистая философия. Вот абсолютно чистая философия внутри науки. И таких утверждений много. И большинство из таких утверждений методологические. И эти методологические и философские утверждения как раз проникают в каждое отдельное исследование. Ну, очевидно, что у науки есть своя философия. Также очевидно, что теоретическая наука крайне похожа на философию. Связь здесь более чем очевидная. Ну, я полагаю, что науку можно в некотором роде назвать очень большим, крайне разрушимся философским учением, у которого большое количество последователей, и которое включает в себя, ну, просто колоссальную систему практики. Просто выдающаяся система практики присоединена к науке, и это делает ее, конечно, в определенном роде особым философским учением небывалым. Так вот, теперь мы перешли к сути. А все это было введение с историческими различными, в общем-то, обзорами небольшими, с небольшими, в общем-то, ответвлениями. Ну, все это было введение для вот этого вот абзаца. А треугольник шадова назовем это. Религия, философия, наука. У нас так и не получилось определить, что такое религия, философия, наука и секта. Как оказалось, все интеллектуальные явления тесно связаны. Они переплетены и содержат основополагающие части друг друга. Не существуют чистые религии, чистые науки или чистые философии. Я же представляю их в качестве аспектов всех возможных интеллектуальных явлений. Ну да, то есть у нас есть религия как одно, философия как нечто такое, другое и наука как нечто третье. Мы сейчас все это разберем. Ну просто вот каждое учение, каждая система какая-то собирается из религии, философии и науки. То есть здесь философия, здесь какая-то наука, здесь какая-то религия. Вот так я предлагаю это рассматривать. А религия отвечает за организационную составляющую, а также за управление большими массами людей. Все это есть и в науке, и в любой большой философской школе. Ну то есть, да. Ну, определенно. Если, кстати, школа философская, не философская, не очень большая, то слово религия мы просто можем заменить на слово секта. Все. Некоторые сектантские особенности, в общем-то, будут присутствовать. Философия, как аспект, отвечает за идейную составляющую, которая также есть и в религии, и в науке. Без идейной составляющей невозможно высказать ни одну мысль, ни одну идею, невозможно передать ни одну мысль и идею, невозможно доказывать идеи, невозможно их опровергать на логическом уровне. Ну, то есть, философия является аспектом любого абсолютного учения, это все тоже нормально. Что ж такое научный аспект? Научный аспект, который также присутствует везде, занимается сбором данных в пользу той или иной идеи. Причем сбор данных не только эмпирических, но и любых других. Практические данные, например, данные из практики йогов, это тоже своеобразная наука, так скажем, которая потом будет использоваться в индийской философии, и вот философия и вот это вот исследование данные, они будут друг друга тесно дополнять. А религий, религиозный аспект будет организовывать все таким образом, чтобы все это передавалось дальше в поколениях и распространялось среди людей. Как бы вот так работают, на мой взгляд, эти аспекты. Все очень в данном случае просто, и применить эти аспекты к любому из существующих учений реально, ну, вполне можно и даже нужно. Я вижу элементы аспектов в каждом интеллектуальном явлении. Наука содержит аспект веры, организации и идейности, а любая религия проводит те или иные исследования и пытается подтвердить свою истинность. Это тоже нормально. Я считаю, что слова религия, наука и философия следует использовать не в историческом значении, потому что те лишены сущностной составляющей, а пытаться употреблять их в качестве описания соответствующих аспектов учений. Все. Все, мы завершили это обсуждение. Лекция получилась достаточно длинная. Мы разобрали все необходимые категории и пришли к некому выводу. Вы можете, конечно, со мной не согласиться. Определенная система довольно-таки в данном случае легковесная и основана на игре с определениями. Да, это, конечно, так. Но, с другой стороны, мне кажется, мы нуждаемся в более каких-то точных вещах, чем те, которые существуют у нас сейчас. Ну, трудно себе представить, какая мешанина же сейчас все-таки существует из-за того, что мы не можем определить ни религии, ни философии, ни секты, ни науку адекватно определить не можем. Как так получается? Почему все так сложно? Почему человечеству приходится сталкиваться с такими проблемами, которые вызывают колоссальное количество казусов? Ну, я надеюсь, по крайней мере, моя лекция как минимум поможет вам разобраться в данном вопросе. Даже если вы со мной не согласитесь, ну, это хотя бы приблизит вас к какому-то другому пониманию, к какой-то другой интерпретации, что будет, безусловно, интересно. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok